Всем привет, дорогие друзья! С вами First One. Это очередной выпуск, посвященный приложению Битва Зомби ВКонтакте. Как всегда, собираем ресурсы. Правда, тут собирать немного, потому что большинство у меня зданий, добывающих на улучшении. Это две токсиновых вышки и два ветрогенератора. Кстати, что хочу сказать. Закончился, наконец-то, турнир. Хотел я показать его во всей красе. То есть, зайти за пару часов, так сказать, до конца турнира и показать, на какой мы позиции, кто в клане там хорошо вкинулся, кто остался внизу. Но, к сожалению, ничего не вышло, потому что, ну, когда я уходил на работу, оставалось еще 12 часов до конца турнира. А когда пришел, оставалось 3 часа до конца. И по чату в кланчате я уже понял, что глава клана нашего дал добро на слив очков. Что было ясно, что мы не доберемся до заветного первого десятка мест. То есть, тут же только-только те, кто в самом топе первые 10 кланов получают призы. Мы, по-моему, были на 28 месте максимум. И было понятно, что до десятки мы не дотянемся, поэтому капитан сказал, что ладно, все, кто активно участвовал, молодцы. Остальные, наверное, были кикнуты. И, в общем, люди начали скидывать свой рейтинг, поэтому не смог я снять это дело на видео. Ну что ж, что могу сказать, ребята, кстати, на каком я месте, интересно, сейчас в топе? А, ну, наверное, где-то внизу, я же рейтинг слил. Да, там 17 тысяч, или как это? Так, раз, два, три, 178 тысяч. Ну ладно, кстати, что хочу сказать по поводу нашего клана. Вот мне часто обращаются, там, типа, возьмите в клан, возьми в клан, или там что-то скажи в клане. Я этого всего не понимаю. Я вот в клан вступил легко и просто, как вы можете сейчас, если, конечно, у вас есть такое желание. Нужно всего 10 трофеев, это в данный момент. Если будет, конечно, какой-нибудь турнир, то эту планку поднимут. Но пока что до ближайшего турнира 13 дней. И если у вас уровень больше 40-го, то у вас, скорее всего, не кикнут. Если меньше, то наверняка вас сразу же кикнут из клана, то есть растите по уровню. И, конечно же, потом уже пойдет момент отбора. То есть, если вы будете активно со всеми другими игроками участвовать, так сказать, в рейтинговой гонке во время клановых боев, то есть они уже будут через сколько? Через 13 дней. То есть, вот, допустим, за 2 дня до начала кланового турнира уже должен быть хороший рейтинг у игрока. То есть у тех, у кого будет плохой рейтинг, соответственно, будут кикнут из клана. Ну что ж, пока велись эти бои. У меня здания улучшались плохо. У меня практически не было ресурсов. Поэтому вот и улучшал я здания добывающие, потому что они стоят дешево. Сейчас, когда бои закончились, можно спокойно слить рейтинг, что я, собственно говоря, и сделал. И воровать, воровать токсины, воровать энергию. Правда, ждать мне еще придется долго. Все строители на работах. И как минимум, ну, почти полтора суток, да, мне надо подождать. Но вот здесь двое суток. То есть только через двое суток я смогу улучшать свои здания. Наверное, обязательно я улучшу университет, чтобы иметь возможность улучшить свои войска. И буду улучшать оборону. Показали вот эти вот бои, что необходимо мне поставить второе ПВО. Потому что часто на меня нападали с хиппи-мобилями, которые разносили мне все почистую. Кстати, у меня они тоже появились. Очень красивые машинки, очень хорошо помогают в бою. Ну ладно, давайте посмотрим. Вообще не смогу я вам сейчас показать свои атаки, потому что... Ну, то есть смогу некоторые, но в основном тут я сливал свой рейтинг. И поэтому не будет видно, с кем я сражался. Но вот защиту могу показать. Что ж, давайте посмотрим. Верховный уничтожитие последним нападал на меня. Снес все почистую. 6 толстяков, 129 стрелков. Все очень хорошие прокачки. Украл, правда, немного. Но, возможно, шел за рейтингом. Это еще было в период турнира. Что ж, высаживаются толстяки. Совсем немного толстяков. И высаживаются метатели по чуть-чуть, помаленьку, не торопясь. Появляется лекарь. Лечит вражеских толстяков. Мы как можем пытаемся задамажить, но толстяки у него качаны. Выбегает поддержка клана. Тоже начинает клупать толстяков. А их начинает клупать вражеские метатели и убивают. Что ж, вот так вот и не затейливо, не особо напрягаясь. Враг сносит нам строение за строением. Сильно у него, конечно, войска прокачаны для моей обороны. Как видите, здесь еще у нас простенькие стены. И здесь вот сейчас я их поднял уже до синих. Ну, именно когда сделал рейтинг, произвел несколько атак. Там чуть ли не по 100 тысяч энергии воровал. Надо было куда-то ее тратить, потому что до ближайшей стройки еще времени много. Поэтому улучшал стены. Думаю, в ближайшее время я уже все стены себе сделаю красными. Ну что ж, уже давайте в ускоренном варианте досмотрим, как все-таки этот враг нас добил. Что ж, возвращаемся домой. И знаете, у меня сейчас войск навалом. Надо, наверное, на кого-нибудь напасть. Надо кого-нибудь обворовать. Пускай войска снова строятся, пускай этот процесс не простаивает. Так, очень сильная тут мельница, да, у врага. Правда, энергии совсем нету. Всего 41 тысяча токсинов, так что отправимся далее. 6 тысяч. 6 тысяч – это очень мало. 56 тысяч – это уже гораздо лучше. Всего лишь одна у него тут вышка с огнеметчиком. ПВО очень слабенькое в дальнем углу, в левом нижнем. Знаете, наверное, мы поступим по этому следующим образом. Высадим здесь толстяков. Да, всех 14. 14 – это немного. А, у нас нету лекаря. Зачем тогда я их сюда высадил? Ну не знаю, ладно, пускай уж там колупаются. Что смогут. Ну раз, пускай, давайте высадим одну машинку. Думаю, ее нам вполне хватит. От толстяков тут, конечно, толку как-то мало, им больше стены пробивать. Ладно, пускай помрут бесцельно. Можно, конечно, их полечить. Что нам, аптечку, что ли, жалко для ребят? Да вовсе не жалко. Вот, можете посмотреть в действии хиппимобиль, как он хорошо раскидывает врагов. Давайте высадим еще здесь немного метателей, чтобы не было это так мучительно долгим процесс выноса врагов. И здесь чуть-чуть. Ладно, все это очень долго, поэтому высадим все-таки второй хиппимобиль. Добиваем вражескую базу. Вышку с метателем и сейчас наш хиппимобиль упадет. Ну вот второй, я думаю, уже по чуть-чуть, помаленьку снесет все, что осталось у врага. Мне, в принципе, не так уж много надо. Мне рейтинг не нужен. Мне главное вот у него эти здания снести, добывающие, да склад токсинов. Рейтингом я сейчас не увлечен. Я его наоборот периодически подсливаю. Что ж, метатели вот забирают последнюю токсиновую вышку, и поэтому завершаем бой. Не успел я, правда, до того, как собрал 100%. Ну ладно, 56 тысяч энергии, 60 тысяч токсинов. Это очень хорошо. Делаем небольшой дозаказ войск. Да, кого нам не хватает? Нам не хватает, конечно же, толстяков. Нам нужно толсто, много толстых дядек. Аптечку возвращаемся, дозаказываем еще толстяков. Давайте, тут уже метатели на остаток. Еще толстые. Еще метателей. Конечно, лекарей нету. Ну да ладно, ерунда. Все, справимся и без них. Так, клан холл у нас заполнен. Все отлично. И давайте, наверное, теперь вернемся к просмотру защиты. Что ж, до верховного уничтожит. Те на нас нападал аппар. Тоже слил 100% моей обороны. Вот, кстати, насчет турнира. У меня вот где-то под конец самое максимум было 800 с чем-то очков. Это именно потому, что, ну, как-то тяжко мне было в обороне. Постоянно попадались какие-то враги сильные, которые меня сливали. Конечно, были и те, кто приносил мне рейтинг. Ну что ж, смотрим. Высадились они на севере. Идут толстяки. Идут метатели. Наш герой вот бежит, пытается кому-нибудь настучать по репе. Ну, пару метателей он прибил. Пристраивается в хвост к вражеским толстякам. Начинает клупать их. Они, кстати, бегают быстрее, чем наш герой. Поэтому он постоянно где-то по пятам. Вот их залечили. Не дают нашему герою вдоволь насладиться. Что ж, толстяки пробили все. Снесли все в центре. И продолжают добивать наше оставшееся здание обороны. Всего три вышки осталось. Как тут герой не пытается помочь. Ничего не получается. Толстяки копаются дальше. Метатели позадамы уничтожают здание добывающее. Ну, в общем, остается одна вышка с огнеметчиками. Ее тоже сносят. Убивают моего героя. И, понятное дело, что ничего не остановит врага, чтобы забрать все оставшиеся мои постройки. Что ж, это был Апор. Смотрим. До него был Иван из клана 9-1-1. Снес мне 35% базы. У него 53 грабителя четвертого уровня. Один хиппи-мобиль. 32 стрелка. Смотрим. Так. Пошли грабители воровать мое электричество. Выходят огнеметчики. Атакуют грабители. Огнеметчиков наших раскидывают вражеские метатели. Грабители продолжают нестись от одного здания к другому. Выходит хиппи-мобиль. Но, я думаю, хиппи-мобиль далеко не уйдет. Скоро он доберется до нашего ПВО. И там-то мы его остановим. Вот, начинает бить ПВО и бьет очень больно. Ну что ж, на этом все. Что он у нас украл? Да ничего не украл. У нас, в принципе, в период боев клановых ресурсов почти не было. Поэтому те, кто на меня нападал, больше рейтинг получали, нежели ресурсы. Так, следующий враг, 63 топора, на нем заработал наш герой. 30 толстяков. 30 толстяков, это очень много. И один лекарь, 5 подрывников. Не знаю, почему при такой атаке 35% всего базы он нам снес. Давайте посмотрим, разберемся. Так, идет бомба. Бомба, 3 бомбы. И снесли они нам ПВО. Наверное, чтобы спокойно мог лекарь. Да, вот, кстати, лекаря он высаживает сразу же первым, а потом уже идут толстяки. Чтобы, знаете, вот помните, я себя в прошлых видео ругался, там говорил, Никита, что что-то ты поздно лекаря высаживаешь сам на себя. То есть, вот тоже интересная тактика. То есть, лекарь появляется сразу, его не надо будет высаживать потом. Он все равно никуда не двигается, пока не будет раненых. Ну, вот, что врага подвело, так это поддержка моего клана. Тут огнеметчики, очень больно они бьют вражеских толстяков. Еще герой тут, так сказать, сбоку припеку поддамаживает. Поэтому, если бы у него было вот эти бомбы он использовал на мою поддержку клановую, тогда у него результат был бы гораздо лучше. А так, в общем, получилось, сами видите, что тут еще по задам вражеских огнеметчиков добиваем, пока они отвлекаются на наше здание обороны. Ну и, понятное дело, что вот эти последние ребята даже стену не сломают. Поэтому возвращаемся домой. Это был кто у нас? Это был парень с непроизносимым ником из клана Нью Рус. Смотрим, кто был до него. До него на нас нападал Вован Кабан, 4 хиппи-мобили. Он использовал 3 очень хорошо прокачанных бомбы и 74 стрелка неплохого уровня. 100% снес. Что ж, смотрим. Пошли хиппи-мобили. Сразу все 4 появляются на низу. За ними идут метатели. Мощные метатели выдерживают неплохо удары наших тяжелых пушек. Так, наше ПВО тут пукает, пукает, как может, пытается разобраться с этими хиппи-мобилями. Он скидывает, кстати, на него вот тут бомбу и оно падает. Что ж, хиппи-мобили маленько разделились. Здесь, 3 здесь, 1 здесь. Вот этот, у одного мы сейчас добьем, да? Наши толстяки пытаются атаковать как-то вражеских метателей. Вот что-то он не дошел, не стал бить и куда-то пошел в другое место. Как будто у клан Холла тоже есть радиус, в котором они дерутся. Хотя, вполне возможно, что это и так. Что ж, сносят наш клан Холл, атакуют нашу Ратушу, уничтожают Ратушу и продолжают уничтожать наши оборонительные сооружения. Но вот я смотрю, все-таки 2 хиппи-мобиля мы уничтожили, только 2 у врага осталось. Тут еще пара воздушных мин. К ним их ударило, но они очень слабы для врага. Вот, кстати, воздушная бомба тоже прилетела по врагу, но 1 она хиппи-мобиль уничтожила, 2 остался. Но это уже под самый конец. Вот если бы в начале было бы это, наверное, интереснее. Ладно, собираем тут, что натикало и смотрим, кто еще на нас сегодня нападал. Да Вавана Кабана на нас нападал Мухоморов из клана Апачи. 1 хиппи-мобиль, 175 метателей, 1 аптечка, снес 65%. Смотрим. Так, метатели. Метатели идут по всем направлениям, спереди, сзади, сбоку. В общем, по всем. Везде нападают, где только могут. Бьют со всех сторон, берут нас в кольцо. Наш герой пытается выйти как-то за стены, им помешать, но они, конечно же, его сметают. Вот тут кто-то на мине подорвался. Теперь пошли метатели сверху. Они тоже частично подрываются. Вот тут один поймал мину, второй, третий, четвертый. Но это нам не особо помогает, да? Хотя маленько, наверное, помогает. Вот пушка, кстати, осталась жива у нее. Хотя чуть-чуть осталось, чтобы ее добить. А она свое дело делает. Очень неплохо она бьет врага. Выходит хиппи-мобиль, сносит вышку метателя, продолжает свое победное шествие. Лучше бы он его тогда уже сразу высадил, да? А потом бы уже метатели, чтобы они не полегли в таком количестве от вот этого моего пятачка с пушками. Так, ПВО начинает бить хиппи-мобиль. И, понятное дело, что сейчас он встретит свою смерть. Хотя еще целых 50 секунд до конца видео. Не знаю, что тут. Тут остается всего лишь несколько метателей. Ну, давайте поставим на двоечку. Добивают ребята обелиски. Падают от тяжелой пушки. А вот еще группа метателей пошла. А, видать, они хотят добраться до моего склада с электричеством. Разворовать его. Ну, в принципе, у них это удается. Правда, я не знаю, зачем тут кинул враг аптечку. Потому что все равно наша вышка убивает их с одного удара. Никакие аптечки тут не помогают. Это было, конечно же, зря. Ну, ладно. Вернемся домой. Посмотрим, что еще. С кем еще мы сражались. Кто нападал на нашу базу. Нападал на нашу базу также Муркин. Муркин, 19. 51% ее вынес. Дал 100 топоров нашему герою. Так, что тут было? Две аптечки, 24 толстяка, 4 подрывника и 72 метателя. 51%? Чуть-чуть, чуть-чуть. На 2% меньше, и он бы уже не победил. Так, тут толстячки маленько на наших люках подорвались. Но это нам не особо помогло. Так, выходит клан поддержка. Бодрая поддержка, много метателей. К сожалению, вот тут прилетает им наглого бомба. Хотя чуть-чуть остается. Вот трое, то ли четверо метателей все же выживают. Если бы и они умерли под вражеской бомбой, то, наверное, было бы уже не 50, сколько там? 51%, а еще больше в пользу врага. Потому что метатели все-таки вгрызаются в наших врагов, преследуют их, терзают их плоть. Враг, конечно же, использует аптечки, чтобы всячески помочь своим войскам. Высаживает целую толпу метателей. Так, ну сейчас вышка с огнеметчиками, я так понимаю, неплохо им надамажит. Да, тут целыми толпами они падают. Но вышка все-таки отвлекается на толстяков, и вражеские метатели ее сейчас запинают. Что ж, и вот она, наша клановая поддержка, которая весь этот бой колупала врагов, выходит за ворота и добивает последних врагов. Но этих уже вышка с огнеметчиком, я думаю, добьет. Ну что ж, отличный бой. Посмотрим, кто еще на нас нападал. Это был Муркин. До него на нас нападал Жека из клана Савака-Б. Ну, я так предполагаю, Баскервилля. Два хиппи-мобиля, 24 толстяка, 32 метателя, две бомбы было сброшено, 80 топоров для нашего героя. Смотрим. Сначала подрывники разносят край нашей стеночки. Но, наверное, сейчас тогда здесь и пойдут наши толстяки. Точнее, не наши, а вражеские. Ладно. Бьет их вышка с огнеметчиком, бьет пушка, бьет тяжелая пушка, выходит клан помощь, на которую, наверное, сейчас скинут бомбу. Но у нас тут, кстати, один полстячок еще был в клан поддержки. Он, видать, до самого конца боя будет бегать за врагами и клупать их. Также наш герой здесь где-то в толпе бегает, бьет врагов. Вот. Наш герой остался и наш толстяк. Клупают врага. Вышки огнеметчиков по бокам бьют толстяков. Но здесь справились, здесь еще нет. В итоге все-таки добиваем вражеских толстяков. Но вот ПВО нам снесли, и это дало зеленый свет для высадки врагу хиппи-мобилей. Они спокойно себе летят, разносят все вподряд. И у нас остается против них только одна вышка метателя, да вышка с огнеметчиком. А, ну и вот еще вышка с огнеметчиком. Но вряд ли они что-то смогут противопоставить нашему врагу. Еще несколько метателей тут высаживаются. Сейчас они снесут вышку с огнеметчиком. И я так полагаю убьют нашего героя. Ну что ж, отлично. Тут можно уже ускорить. Видно, что победы здесь нам не видать. Хиппи-мобили довольно-таки толстые. А наши здания обороны еще не настолько сильны. Но опять же, все это показывает, что надо как можно скорее мне ставить второе ПВО. Тогда даже не то, чтобы я многие бои бы выиграл, которые сейчас на меня были совершены со вторым ПВО. Многих бы их просто не было. Люди бы не стали лукаться на мою базу, увидев второе ПВО. Так что ж, выполнили мы, кстати, задание с использованием вот этих вертомобилей, хиппи-мобилей. Остается, дается сразу следующее задание. Произвести еще две штучки. Ну ладно. Что ж, собака Б. Посмотрели мы, как он нас снес почистую. До него нас атаковал зомби. Из клана сильнейший. Наверное, сильнейший. Может быть, там не влезло. 13 толстяков, 8 метателей, 14 огнеметчиков. Войска довольно-таки слабые прокачки. Да и герой всего лишь третьего уровня. Но, тем не менее, 47% нашего оппонента нам снес. Чуть-чуть ему не хватило. Так, ну, во-первых, что это за герой? Почему он идет на смерть? Один в поле не воет. Выходит его встречать наша еще клановая поддержка. Тут у нас три толстяка и пять метателей. Так, выходят вражеские толстяки. За ними плетутся наши толстяки. Атакуют. И наши метатели сразу же погибают. От вражеских метателей. Так, подрывники. Огнеметчики. Все здесь. Так, скидываю тут бомбу на нашу тяжелую пушку. Так, кстати, а где наш... А, наших толстяков, скорее всего, убили вот эти вражеские огнеметчики. Ну, что ж, вот так вот мы и расправились с этим врагом. Все, все видеозащиты мы посмотрели. Теперь можно посмотреть, как мы в ближайшее время атаковали. Кстати, ну, большинство атак, как я уже говорил, наверное, стерлось. Потому что я сливал рейтинг. Но вот есть некоторые, да. Вот здесь я по мере сливания увидел, видать, хорошего врага. Что можно у него украсть. Украл 58 тысяч энергии. Давайте посмотрим. А, да, я помню этот бой. Я высаживался вот здесь на углу. Я сначала высадил несколько стрелков. Давайте все-таки ускорим. Тут будет тягомотно. Потому что я, как бы, сливал рейтинг и не особо тратил войска. Высадил несколько стрелков. Да у меня тогда и войск не было. Так бы я больше отправил. Я подумал так. Вот сейчас ребята будут зачищать эти электрогенераторы. Очень много там, порядка 100 с лишним энергии было у врага. Потом я подумал, а чем черт не шутит, у меня есть 10 толстяков. Вот если я их выведу, если они смогут зачистить вот эти хотя бы 3 пушки, а лучше бы 4, тогда бы мои метатели еще смогли ограбить вот эти 2 склада и вот эти 2 склада. Но, к сожалению, толстяки со своей задачей не справились. Но я так и предполагал, что это скорее был выход на удачу. Потому что других войск у меня не было. А я надеялся украсть больше энергии, как минимум в 2 раза. Но ничего не вышло. В итоге наши метатели клупают кланхол. Я вам так сразу скажу. Они его добьют и чуть-чуть еще шарик вражеский побьют. Вот это хранилище, аккумулятор. Но в итоге все равно, на мой взгляд, неплохой результат. Все-таки 58 тысяч энергии на земле не валяется. После этого я нападал на Юру. Это был плохой бой. Потратил 141 метателей и заработал всего 18 тысяч токсинов. Но у меня тогда только метатели и были. Давайте на четверке вам покажу, что такое неправильная тактика, которая приводит к поражению. Лично я считаю это фейлом. Много войск потрачено. Ну и могли бы больше заработать, если бы как-то действовали правильно. Не такая уж и сильная оборона была у врага. Если бы я еще раз его атаковал, я бы действовал совсем иначе. Но тем не менее, вот, войска падают и почти ничего врагу не снесено. Что ж, давайте посмотрим, с кем еще мы бились. И также мы нападали на Антона. Украли у него 108 тысяч энергии, 27 тысяч токсинов. 103 грабителя участвовали в этом налете. Разграбили все почисту. И еще там несколько метателей. 60, по-моему, что ли штук. Что-то я не обратил внимания. Вот грабители бегут клупаться в стены. Их накрывают. Стены довольно-таки крепки для грабителей. Вы высадили несколько метателей в надежде доклупать эти стены издалека. Но вот они предпочитают, конечно же, университет бить. Поэтому сейчас пойдут опять же грабители. Грабители, идите. Вот, высадил одного, но он стал клупать не ту стену, которую я хотел. Надо вот эту добить. Вот. Сносим стену. И сейчас можно уже высаживать толстую араву грабителей. Грабители бегут. Грабители грабят. Здание за зданием. Ребята очень быстро передвигаются. Молодцы. Со своей задачей они справились максимально. Хотя не максимально. Еще бы вот эти три склада. Но тут уже не успел. Так как у врага было еще неплохо токсинов, я высадил метателей здесь на западе. Надеюсь, вот эти три хотя бы токсиновых вышки снести. Конечно, у меня этого не удалось. Маленький я поддамажил. Одну вот снес. Но потом метатели пошли на пушки. Их тут, конечно, вышка с огнеметчиком добила. Интересное, кстати, расположение обороны у врага. Ну ладно, возвращаемся домой. Смотрим, что еще было. Так, сначала соберем ресурсы. Так, с кем мы еще воевали? На кого нападали? Также мы сражались с Антоном из клана ССССР. А, нет. Сражались мы не с Антоном. С Антоном это мы уже видели. Сражались с парнем по имени СССР. 80 тысяч энергии у него украли. 40 тысяч токсинов. 17 толстяков было использовано. Герой 12 уровня. Медик и 15 стрелков. Да, но база не ахти. Стен, можно сказать, нет. Это стены первого уровня. Это все равно, что нету стен. Идет толсто, большая орава толстяков. Жирназады и просто пруд пробивают стену. Причем в самом тонком ее месте. Там, где даже нету двух. Высаживаются метатели, чтобы все было побыстрее. У меня, кстати, на этот бой ушло не так уж и много войск. То есть, очень много войск у меня еще осталось в резерве, которых я не выпускал на поле боя. Там было и хиппи-мобили, и еще куча метателей. И штуки четыре, наверное, толстяка я не высадил. Просто сэкономил. Давайте поставим на двоечку. Толстяки практически все здания обороны у врага уже снесли. Сейчас добьют последний и уничтожат, конечно же, героя, который за ними плелся все это время. Тут я уже подумал, что пора бы высаживать героя. Высадил героя, чтобы он хотя бы чуть-чуть чего-нибудь поколупал, чтобы не сидел без дела. Что ж, наше победное шествие. Добиваем все последние ресурсные строения, чтобы награбить как можно больше. И возвращаемся домой. Так, следующий наш враг, это уже после слива. Как видите, враги жирные, по 80 тысяч энергии. Следующий враг тоже принес нам 80 тысяч энергии, 31 тысячу токсинов. Использовали мы 14 толстяков, одного медика, 4 огнеметчика, героя. Смотрим. Так, где мы высадимся? На севере высаживаемся. За толстяками сразу идет лекарь, потому что ПВО вражеское совсем на другом конце базы. Хотя мог бы, наверное, тут и без лекаря обойтись. Уж больно слабая оборона у врага. Все вышки небольшого уровня. Так, поставим, наверное, на двоечку. Толстяки идут, сносят вышку за вышкой. По пятам идут огнеметчики и метатели. Сносят все остальные здания, которые были не тронуты толстяками. Такие, как ресурсные зданные, бараки и все прочее. Что ж, толстяки добивают вышку с метателем, тяжелую пушку, башню с огнеметчиком. И сейчас, я так думаю, уничтожат вражеского героя. А в это время выходит на поле боя наш герой. Но что-то мне подсказывает, что он даже не успеет и ударить ни одного здания, как все наши войска их снесут. Что ж, отличная победа. Точнее, ну, ничего в ней особо отличного нету, кроме результата. 80 тысяч энергии, это как раз то, что мне нужно. Так, ну и этот бой, мне кажется, да, этот бой я вам уже показал. Кстати, очень много рейтинга за него дали. Надо будет в скором времени опять сливать рейтинг. Ну, а пока мы с вами смотрели все эти видео, у нас опять заполнились наши кланхолы. Так что можно произвести еще одну атаку, с кем-нибудь посражаться. Так, мало энергии. Мне интересно. 53 тысячи энергии, 40 тысяч токсинов. Очень неплохо, но с другой стороны, 2 ПВО, 3 тяжелых пушки. И вполне, ну, я бы сказал, неплохая оборона. Не считая того, что в вышке многие прокачаны слабо. Ну, даже не знаю, стоит ли сюда лукаться. Ну, хотя давайте. Во-первых, нам нечего терять. Хотя. Не, давайте все-таки дальше. Довольно-таки все-таки не такой простой враг, как хотелось бы. А вот это вот 100, 100 с лишним тысяч энергии, 100 тысяч токсинов. Этого парня надо атаковать любой ценой. Так, где высадимся? У него, кстати, вот вышка с огнеметчиком уже прокачанная очень неплохо. Где же мы высадимся? Давайте высадимся вот здесь. Так, лекаря у нас нету, да? Так, или все-таки здесь? Не знаю, с чего бы мне лучше начать. Как-то нерешительно. Ну, ладно, давайте начнем с того места, где все-таки есть склады, но с какого-нибудь угла. Например, с вот этого нижнего. Что ж, идут толстяки. За толстяками идет подрывник. Опять толстяки. Немного метателей тут и там. Можно даже героя отправить. Он сейчас у нас довольно-таки быстро лечится. Я на несколько раз прокачал его лечилку. И еще метатели с этого угла. Ой, что-то толстяки ушли танковать. Так, еще здесь маленько. Пускай заметают следы со всех сторон. Нет уже вражеского ПВО. Можно спокойно высаживать хиппи-мобиль. Так, ребята, а что тут у нас такое? Почему наши толстяки не справляются? Точнее, вот здесь вот один полупает вышку в одиночку. Так, ну что ж, остается у врага последнее защитное сооружение. Конечно же, это наша победа. И чувствую я сейчас очень большой выигрыш. Прям предвкушаю. Отлично. Отлично. 100 тысяч энергии, 100 тысяч токсинов. Возвращаемся домой. Заказываем еще войска. Нам нужно еще толстяков. Больше мяса. Заказываем еще метателей. Так, аптечка уже строится. Еще толстяков. Еще метателей. Здесь еще толстяков. Огнеметчиков закажем. Ну что ж, на этом, я думаю, можно закончить наш сегодняшний выпуск. Поможем кому-нибудь. Поможем Дэнчику. Поможем 777. Отлично. Второй хиппи-мобиль у нас готов. А что такое? Создать их хиппи-мобили. А, еще один нужно. Ну ладно. Этот же все-таки был сохранен, а не использован. Мы его не построили. Ну ладно. На этом, ребят, все. С вами был 11.1. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. А я пока что приступлю к улучшению стен. Но это долго и внутренно. Поэтому вы увидите результат только в следующем выпуске. До новых встреч. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...